всем привет у нас сегодня новый видеообзор и как вы можете видеть в этот раз мы поговорим о наборе от компании eduard причем выполнен у нас здесь в 48 масштабе это фоке вольф 190 d11 13 это профи пак то есть у нас комплекте будут еще и все нужные бонусы которые вам пригодятся для сборки аккуратной модели ну и разумеется это у нас коммерческий образец то есть вы получите все ровно то же самое что увидите в этом обзоре и боксер довольно красивые это еще картинка как я так понимаю не цифровой арт наверное из старых коллекций эдуарда решили использовать и здесь но насколько я помню подобный бокс арт не выходил до этого конечно если я не прав пишите в комментариях вообще сама коробка стандартного размера для профи пака и здесь само название позволяет нам понять то что мы сможем собрать скопировать одну из этих двух версий 11 точнее d11 или d13 принципе очень такой интересный вариант и 48 масштабе так называемая дора смотрится очень даже впечатляюще не обязательно уходить уже в 32 масштаб для этого и поэтому я решил рассмотреть вот это поближе ну и еще стоит добавить то что цена здесь тоже очень привлекательная наверняка некоторые моделисты заинтересуются кстати обратите внимание то что это не новый пластик хотя а версия фоке вульфа вот кстати вы могли видеть сравнить с моей рукой но как я уже говорил а версия фоке вульфа была у нас новой сборке точнее новый пластик полностью здесь у нас идет старый пластик скажем так который может быть знаком некоторым моделистам номер набора 8185 здесь у нас на борту коробки есть еще информация о производителе и немного информации по безопасности разумеется скромное напоминание то что это не игрушка с другой стороны у нас идут шесть вариантов окраски разумеется знаменитый этот с красно-белыми низкими вернее нижними плоскостями тоже в комплекте но это было бы удивительно если бы его не добавили в комплект и так внутри у нас все разложено по нескольким пакетам как вы можете видеть серые литники уложены в один пакет прозрачный в другой и начнем и собственно с прозрачного здесь у нас идут детали для фонаря и качество литя очень даже хорошее хоть как я уже говорил пластик не молод но все равно все смотрится очень даже неплохо и при аккуратной сборке должна получиться очень даже аккуратная модель и так как это профи пак у нас комплекте будет маски которые мы еще рассмотрим позже и они точно позволят получить правильную схему окраски все серые литники у нас уложены в один пакет здесь вот так легко открывается клапан и сейчас мы рассмотрим все поближе начнем мы с вот этой вот рамки с крылом точнее с деталями для крыла и здесь как вы можете видеть типичное очленение то есть две верхние панели одна нижняя причем обратите внимание то что закрылки у нас влитые если вы захотите их выпустить то нужно докупать уже набор от эдуарда который продается отдельно истравление по моему в принципе внешняя расшивка здесь очень даже аккуратно кстати обратите внимание то что в районе закрылок у нас есть специальные утонченные и плоскости который будет легче вырезать ну и сами главные ниши шасси тоже проработаны и поэтому здесь нечего даже обсуждать далее идет еще одна рамка с деталями для крыла как вы помните у нас d11 d13 собственно вот у нас идет для еще одного из вариантов самолета детали и чтобы показать отличие вот вы можете видеть сравнение верхних половин здесь самое главное отличие между вот этими деталями но разумеется еще на нижних были специальные выемки под пушки далее у нас идут половина фюзеляжа здесь уже собственно вот эти половины фюзеляжа они нужны для обоих вариантов обе половины отлиты вместе с келем руль направления отдельный и при этом у нас капот тоже практически весь влитой только передняя секция будет отдельная в принципе здесь я бы сказал тоже такое типичное осленение сами детали не очень маленькие хоть это и 48 масштаб как некоторые могут сказать но так называемый лангенозендора она очень даже лангенозен и 48 масштабе это дает о себе знать поэтому не стоит недооценивать внутри ничего нет кстати вот вы можете видеть сравнение с моей рукой чтобы было понятнее о чем я говорю но касаемо кабины рекомендую не пугаться потому что у нас все отлито отдельно еще есть травление так как это профипак поэтому кабина будет довольно проработана скажем так далее у нас идут мелкие детали здесь скопирована такая важная вещь как основная ниша шасси и моторный отсек который через нее виден хотя сам двигатель не особенно здесь тщательно скопирован но при этом вот эту вот заметную часть и решили добавить комплект и это конечно тоже интересный такой нюанс сейчас мы попробуем приблизить чуть-чуть еще ближе чтобы было понятнее чем мы вообще здесь говорим далее у нас идут вот эти вот передние секции капота то которых я говорил отдельные патрубки двигателя и выхлопные есть несколько вариантов коков винта и в принципе все выполнено очень даже хорошо питатели тонкие никаких проблем здесь возникнуть не должно сейчас покажу поближе причем вот эти например выхлопные патрубки смотрятся очень даже хорошо я бы даже их не менял на смолу хотя есть варианты для апгрейда это уже для тех кому так мало и они все равно хотят как-то добавить прибавить докупить что-то в модель далее у нас продолжается еще одна рамка здесь идет вот собственно пол кабины и также есть еще и хвостовое оперение подвесной бак некоторые детали для основных не шоссе и колеса шоссе принципе как я уже говорил о других деталей до этого из коробочный вариант должен получиться очень даже аккуратным я бы сказал для некоторых моделистов этого будет более чем достаточно тем более если вспомнить то что в комплекте еще идет отравление далее кстати вот еще и колеса их можно заменить на смолу но я бы конечно не особо сопротивлялся оригинальным пластиковым сейчас покажу почему потому что сами пластиковые эти детали выглядят очень даже хорошо до бросин как бы добавляет чуть больше проработки в плане название шин то что у нас на стенках шин изображено протектор более реалистичный но опять же здесь уже все зависит от того что вы хотите изобразить некоторые моделисты любят фокусироваться больше на кабине они на шасси его деталях но опять же это будут дополнительные расходы поэтому здесь уже стоит планировать свой проект но как вы можете видеть есть много деталей которые не обязательно использовать например тот же самый подвесной бак он не всегда применялся на них поэтому может спокойно пойти в запаснике здесь уже выбор будет за вами и кстати приборная доска тоже предлагается в нескольких вариантах а это элероны далее идут маски они уже сразу нарезаны это типичный бонус для профи пак и как я уже говорил он пригодится для прозрачных деталей чтобы получить правильную краску пластинка отравления у нас цветная причем на ней есть и имитация шкал приборов точнее остекление шкал приборов и это очень даже полезная вещь для 48 масштабы ну и сам продукт типичен для эдуарда поэтому за качество можете не волноваться далее мы продолжаем с декалями здесь у нас идет вот такой лист с декалями который сразу объединяет и основные символы техничку причем обратите внимание то что свастика сразу идет в комплекте качество печати хорошие есть декали для кабины и в принципе все то что здесь есть но пригодится для скажем так изображение более-менее натурального камуфляжа не ленитесь наносить техничку на модель 48 масштабе это очень заметная вещь которую собственно и влияет на вид модели как бы это не любили отрицать некоторые моделисты но все равно вот эти все маленькие надписи имеет место быть ну и крупные символы тоже как бы далее у нас идет инструкция инструкция выполнена в крупные виде крупной цветной брошюры на первой странице у нас историческая заметка на английском языке далее идет карта детали причем обратите внимание то что карта детали она показывает на неиспользованные детали синим цветом а сборка у нас начинается сразу с кабины причем сразу же на первых шагах нужно будет модифицировать оригинальные пластиковые детали поэтому будьте готовы к подобному повороту событий и опять же стоит еще продумать как все красить потому что стравлением немного меняется порядок сборки деталей под порядок их окраски скажем так и нужно все заранее продумать чтобы все было более-менее совмещено правильно и соответствовал оттенкам далее у нас идет сборка вот это вот отсека которым я говорил который собственно заметен через ниши шасси и кстати там еще можно дорабатывать некоторые нюансы например ту же самую проводку потому что разумеется в комплекте ее нет но эдуардовцы дают советы как это все правильно изобразить на вашей модели опять же 48 масштабе это будет заметно поэтому стоит обратить внимание далее мы продолжаем деталями крыла здесь мы собираем основные ниши шасси и в принципе тоже сборка не доставит особых проблем хотя сами эти ниши собирается из нескольких деталей поэтому рекомендую следить за подгонкой вот это вот всего затем мы уже приклеиваем верхние панели крыла и затем уже устанавливаем все дополнительные вещи в кабину как я вижу в принципе дизайн типичен для вот этой вот версии 190 от эдуарда здесь никаких сюрпризов нет то же самое касается и колеса и стоек шасси как вы помните это цельные детали поэтому их просто нужно отделить и покрасить и далее мы продолжаем уже установка вот это вот носовой части вместе сразу с винтом очень такой интересный порядок но разумеется некоторые моделисты наверняка ставят его до последних шагов сборки чтобы потом аккуратно просто его установить без всяких повреждений окраски и прочих ненужных проблем кстати здесь есть еще вариант собрать самолет разумеется с открытым или закрытым фонарем нужно будет определиться потому что это подразумевает определенные модификации детали здесь вот вы можете видеть еще схему нанесения масок она пригодится для секции фонаря и также на следующей странице вы можете видеть схему окраски вот это вот знаменитый вариант который не очень прост в копировании если вы захотите его скопировать далее такие классические камуфляжи для 190-х и еще два таких более-менее классических зеленых камуфляжа которые тем не менее очень интересны своей истории далее идет еще один потому что как вы помните у нас шесть вариантов окраски это уже захваченный самолет насколько я помню и на соседней странице у нас идут схема расположения технички которую еще раз напомню стоит нанести на вашу модель ну и разумеется в конце есть небольшой вот такой вот список возможных аксессуаров есть травление есть колеса смоляные есть также вот эти вот пулеметные отсеки ну и еще реклама weekend набора фоке улицу 90 до 9 том же самом 48 масштабе которым мы уже рассматривали и вы можете просмотреть обзор на нашем канале что касается сегодняшнего набора он уже должен быть продажи поэтому если вы хотите его приобрести то можно его купить на официальном сайте эдуарда разумеется буду рад услышать ваше мнение в комментариях ниже если же видео понравилось то обязательно нажмите кнопку лайк и подпишитесь на канал ну и увидимся в следующем видео обзоре как обычно спасибо за то что присоединились сегодня и пока